Мирные жители, которым не удалось покинуть охваченный боевыми действиями сирийский город Кабани, пытаются вышить среди руин. Два месяца город сопротивляется исламистам из группировки «Исламское государство». В городе есть 50 тысяч жителей, остались примерно 2 тысячи. Здесь нашли приюты беженцы из захваченных джихадистами районов. Люди роют ямы и тоннели, чтобы спрятать детей от бомбардировок. Снаряд упал и взрыв накрыл нас, когда я бежала вместе с двумя дочерями. Они были ранены прямо на моих руках. Одной было всего 7 лет. Ее отправили в Турцию, и там она скончалась. Известно, что курдские защитники возобновили работу пекарни в одном из пригородов Кабани. Сегодня сражающиеся с джихадистами курдские отряды пешмерга критикуют соседнюю Турцию за недостаточную помощь. Но в то же время в районы Сирии и Ирака, где идут бои с ИГИЛ, помощь и продовольствие поступают только со стороны Турции. А вот авиаудары по позициям мусламистов наносят ВВС США и союзников. Они, турки, плохо с нами обращаются, не дают пересечь границу и вернуться. Они не хотят, чтобы к нам поступало продовольствие. Ничего, ничего. По новым сведениям, продовольственная программа ООН приостановила помощь сирийским беженцам из-за нехватки фондов. Фактически 1 миллион 700 тысяч человек сейчас брошены на произвол судьбы. Но они сдаются и продолжают противостоять террористам. Редактор субтитров А.Семкин